Я часто общаюсь с врачами, и многие из них говорят о том, что в последние пару лет люди стали трепетнее относиться к своему здоровью. И поэтому ищут любые способы профилактики и лечения болезней. Например, один из них – это герудотерапия, лечение пиявками. Вышли о таком? Герудотерапия была популярна лет 30 назад, а сейчас снова становится модным направлением. Считается, что благодаря пиявкам снижается риск развития варикоза, гипертонии. Так ли это на самом деле? Я решила сегодня в этом разобраться. Сейчас узнаю все подробности у нашего эксперта. Поехали! Сухов Константин Васильевич, врач, кандидат медицинских наук, президент Всемирной организации герудотерапии. Здравствуйте, Константин Васильевич. Добрый день. Я ни разу не была на приёме у герудотерапевта, и вообще в этом особо не разбираюсь. Поэтому у меня первый вопрос такой. Что вообще такое герудотерапия, и почему именно сейчас, вот в наше время, она стала какой-то прям популярной такой? Ну, герудотерапия – один из самых древнейших методов лечения. Она считает более трёх с половиной тысяч лет. Эффект лечения пиявок состоит в том, что на сегодняшний момент в современной медицине практически нет методов, с помощью которых можно было бы регулировать вопросы микроциркуляции у человека, то есть кровоснабжение тканей в том или ином виде. Поэтому, когда о микроциркуляции говорят, то не все понимают, что это такое, но микроциркуляция находится в основе всех жизненных процессов человека и также патологических процессов. Вот у меня нет никаких проблем со здоровьем, вроде бы всё везде в порядке. Там, например, ежегодно прохожу диспансеризацию и так далее. Но мне очень любопытно было бы почувствовать, что вообще такое вот укус пиявки. Поэтому можем ли мы мне сегодня ради профилактики или ради ещё каких-то высших целей поставить хотя бы одну пиявку? Да-да, конечно. Здесь ничего не страшного. Почему? Потому что пиявка прокусывает кожные покровы на глубину всего лишь полтора миллиметра. И более того, когда пиявка ставится, то она через полторы-две минуты выпускает обезболивающее средство, которое позволяет не чувствовать пиявку на кожных покровах пациентов. Хорошо, тогда я готова. Пожалуйста, пройдёмте в кабинет. Это вот они пиявочки, которых мне будете ставить? Да, вот они. Можно посмотреть? Это вы можете посмотреть, пожалуйста. Это вы, Миша, столько штук поставите? Нет, я вам поставлю на первые сеансы, мы больше двух штук, как правило, не ставим. А у меня, кстати, вопрос. Вот эти пиявки, которых вы мне сейчас показывали, они чем медицинские отличаются от тех, которые вот в пруду плавают? Это пиявки, те, которые имеют зубы. У них три челюсти. Три челюсти? Да, у них три челюсти, где-то около двухсот зубов. Давайте я вначале вас посмотрю для того, чтобы что-то начинать. Мне первоначально нужно перкутировать размеры вашей печени, понять, является ли она проблематичной или нет. Потому что есть определённые варианты работы. Не вижу каких-либо проблем для того, чтобы с вами не начинать работать. Поэтому давайте начнём. Давайте. Ну вот хорошо, у меня никаких противопоказаний нет. А какие вообще могут быть противопоказания? Основное противопоказание, которое есть, это гемофилия, когда кровь не свёртывается. И можно получить достаточно выраженное такое кровотечение. А беременность? На первые месяцы беременности, как таковых, как правило, мы ограничиваем работу с пиявками. Значит, вот у нас пиявочка с вами. Пытаемся поставить вам прямо в самый центр вашего пупочка. Вот она сейчас укусит. И будет ощущение, как будто бы слабоэлектрические разряды. У кого как. Да, точно. В меня что-то впивается 270 зубов. Я бы вот хотела обсудить те заболевания, о которых чаще всего пишут, что при них пиявки эффективны. Вот первое, это пишут, что при гипертонии очень эффективны пиявки. Это правда? Да. Но опять же, здесь нужно разбираться. Дело в том, что артериальная гипертезия – это одно из тех заболеваний, которые практически не лечатся. Применяя пиявки, мы можем менять вязкость крови. За счёт этого система кровоснабжения, она немножко по-другому работает. А для профилактики гипертонии? Для профилактики, да. Вот тоже популярное заболевание, при котором тоже рекомендуют пиявок – это варикоз. И сейчас у многих молодых людей, особенно у девушек, варикозные расширенные вены нижних конечностей – это одна из тоже больших проблем. И основная проблема – это идёт застой венозной крови и лимфатической жидкости в области малого таза. С помощью пиявок, да, мы здесь работаем. Это комплексная система подхода. Но на самом деле самое большое количество пациентов, которые к нам приходят, где-то процентов приблизительно 40, это пациенты с лорозаболеваниями. То есть всё то, что касается риниты, хронические риниты, те пациенты, у которых идут всевозможные синуситы, это гемориты, патиты по полной проглее. То, что пиявки вот сюда прям ставят тогда? Снаружи мы не ставим. Засовываем вновь? В том числе, да. В том числе и вновь ставятся пиявки. Эффективность лечения – это очень высокая. Итак, несмотря на то, что нет какой-то чёткой клинической доказанной базы того, что пиявки суперэффективны при всех болезнях, статистика пациентов показывает то, что лечение пиявками действительно эффективно. Хорошо, а когда можно уже снимать пиявку? Вот она ещё не насиделась в самом деле? Пиявка при нормальной ситуации, при нормальной ситуации стороны вашей крови, она должна напиться где-то минут за 30 и самостоятельно уйти. Но на первом сеансе, как правило, такого никогда не бывает. Хотела я попрощаться с этой пиявочкой, сказать ей пока-пока, спасибо большое. Но что-то мне, честно говоря, жалко её стало. Пусть она уж наестся, и у меня, считаю, будет полноценная процедура. Так что я здесь ещё некоторое время полежу. А вам спасибо большое за то, что так чётко, понятно рассказали про такой не самый стандартный метод лечения префлактики болезней. Спасибо. Ну а вы любите себя и свой город москвичей. Пока-пока!